Дорогие друзья, недельная глава Мишпатим. Давайте поговорим о здоровье, физическом и духовном. Оно очень связано, потому что храм, который должен нами построен быть внутри, он должен быть еще и крепким и здоровым. И оказывается, здоровье это вообще религиозная обязанность. Раньше пытались, например, достигнуть духовности постами там всякими. Болшентов утверждал, что посты и всякие воздержания, которые умерщвляют плоть, это не наш путь. Это не так божественный свет в душу не входит. Наоборот, человек, например, говорил он, должен заботиться о здоровье и целостности своего организма. Потому что служить Богу наши души именно могут посредством тела, а не разрушая его. Поэтому еще до него Рамбан, вообще великий мудрец и врач, он что говорил? Забота о здоровье это неотъемлемая часть нашего служения Богу, так как здоровый и цельный организм это один из путей служения. Вообще человек, когда себя плохо чувствует или что-то не так, ну какой с него служитель? Поэтому написал Рамбан, что человек, который причиняет какой-нибудь вред своему организму, приучает себя к вещам, которые ему нездоровые, он нарушает заповеди. Любавический Рэбе разъяснял и говорил, что евреи должны молиться и изучать Тору, как души, облаченные в тело и проявляющие заботу о нуждах тела, чтобы требования тела не превратились в препятствия. Опять же, человек, когда что-то не так, испытывает лишение, голод, что-то, все, он уже, его занятия очень слабые. Подумайте сами, вот Бог дает нам силы, чтобы исправить все, что требует исправления в этом мире, даже грехи, даже преступления. И самое главное, не только через горе, не только через страдания, но и через радость, через полноценное здоровье. Надо пользоваться этими каналами, ибо только вот физическое какое-то нормальное тело порождает духовное совершенство. Вот это одно физически и духовно связанное. Хасидизм все время говорит, что для совершения там раскаяния нужно тоже не изнурять тело, а нормальное, хорошее здоровое тело. Надо написано служить Создателю в том числе и совершая раскаяния в радости и здравии. Что написано? Служите Богу в радости. Все. Номер один. Что мы читаем дальше? Жизнь и смерть предложил я тебе, говорится все время. Прилагословение или проклятие? Вот тут, слушайтесь, выбери жизнь, чтобы жил ты и потомство твое. А при чем тут потомство? Потомство тут при чем? Маленькую притчу, чтобы разъяснить. Парень начал курить. Знает о привыкании, знает об ущербе здоровья, его это не останавливает. Зачитывали ему список вредных веществ, содержащихся в сигаретах. Ничего. Говорят, жалься над своим здоровьем. Ничего. Может следовало ему предложить подумать о будущем, о потомстве, о детях. Но чем это довод весомее, чем собственное здоровье человека? С чем это? Тут очень важно то, что встал на земле. Маше, как видим, написал, что и чтобы ты не ограничился личным предупреждением. Он упомянул именно потомство. И здесь нам открывается большая тайна. Исполняя заповеди или, не дай бог, нарушая их, ты определяешь не только свою жизнь, но и жизнь своих детей. Вот эту вещь, которую мы должны понять. Каждый день мы предстаем перед выбором избрать благословение или проклятие и так далее. Мы сами решаем. Один человек был счастливым всю жизнь. Его все спрашивали, он улыбался. Ему говорили, почему вы никогда не грустите? Как вам удается быть радостным? Он говорил, что, знаете, я раньше был таким же печальным, как все. Ну и вдруг меня осенило. Это же мой личный выбор. Это моя жизнь. И всякие обстоятельства, они все время на меня влияют. А при чем тут жизнь-то моя? Я делаю этот выбор. И теперь каждый день, каждый час, я сам выбираю, что мне делать. Я просыпаюсь утром и спрашиваю себя, что я сегодня выберу? Быть печальным или радостным? И всегда получается, что я выбираю радость. А радость уже привыкла ко мне. И вот так мы идем вместе по жизни, улыбаясь. Брахава от Слаха всего самого лучшего.